Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Шалом! Собираемся на утренний урок Тора. Сегодня, слава Богу, я не в машине, а дома сегодня полдня ведет тренинг один из тренеров, который работает в нашей компании. И Зурапа Слонян, шалом! Шалом из Краснодара! Влад Косов, шалом! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать Перте-Ава, Перте-Авод, Дерни-Нивне, шалом! Баруха, а то дойной, лейной, махаром, шоколь, не обидуру! Все! Класс! Прекрасное утро! Осень началась! Вот сегодня я первый раз почувствовал, что уже осень! Хана, Шамис, шалом! Хана, если ты в Тиеве, ты в Тиеве, вот напиши мне, пожалуйста, в личку, да, вот, Хана, у меня вопрос есть к тебе. Все, Дерни-Нивне. В общем, всем шалом, доброе утро! И сегодня мы изучаем Мишну, то есть у нас был такой, предыдущих два урока, был у нас заход такой в Улам-Абба, в грядущий мир, в духовный мир. То есть то, что невозможно пощупать и невозможно постичь даже органами чувств. То есть это все вопрос веры, следующий этап жизни. Такая была очень большая перспектива. Вообще человек, когда думает о жизни, да, он думает как бы близко. Вот я, вот мое тело. Среднее. Среднее это моя, там, вот, ближайшая неделя или ближайший день. И далеко человек думает, далеко через за год вперед он думает, что будет. Ну, может за полгода, через месяц. Некоторые люди, религиозные люди, да, они мыслят категориями, категориями вечность. То есть они как бы расширяют свое восприятие, говорят, знаете, есть как широта кругозора. Так вот, религиозный человек верующий, да, такой, который верит в, что будет у него рай, лам-аба, грядущий мир, он живет категориями вечности, да, прям. Теперь, но сейчас Мишна, Перте, вот, нас возвращают в такой, в материальный мир, в реальность. И следующая наша Мишна, она говорит о вещах абсолютно таких практичных, знаете, такая практическая психология. Я вот очень поэтому люблю Тору, что в Торе есть, с одной стороны, ты уходишь в такую глубокую абстракцию, в такую духовность, ты смотришь на все не просто с высоты птичьего полета, а с высоты вечности. С другой стороны, ты можешь совершенно спокойно вернуться в реальность, взять чашку кофе, сказать Барух Ата Ашем Элукейну, Мелых Аулам, сказать, благословен ты, Бог Всесильный, Мелых Аулам, царь мироздания, Шааколь Ния Бедворо, что все возникло по твоему слову, все сотворилось по твоему слову, то есть ты как бы чашку кофе привязываешь к хозяину мира, к вечности, то есть вообще такое, знаете, то есть вечность и духовность, она пронизывает всю реальность от начала до конца. Прям даже такие практичные вещи. Да, доброе утро. И сегодняшний урок, сегодняшняя Мишна, Шимон Бен Элязар ее сказал, был такой великим мудрец, да, и он сказал, он сказал о такой вечном, да, очень интересном, очень практичном. Не успокаивай своего друга, ближнего, во время, когда он гневается. Очень практичный совет, то есть очень часто, или, ну вот вокруг человека появляются гневные люди, гневные люди, и казалось бы, когда человек гневается, что нужно сделать? Его успокоить, но, но, говорит нам Тора через Шимона Бен Элязара, он говорит, не успокаивая ближнего, когда он в гневе. Вообще, сейчас мы разберемся, почему. Или давайте подряд идем, идем подряд. Значит, когда человек в гневе, что значит человек в гневе? В гневе это происходит некое событие у него в жизни, которое не совпадает с его желанием от жизни. То есть, когда человек бывает в гневе, там, на него, например, разлили кофе, или он получает какую-то, его кто-то подставил, там, кто-то не то сделал, и он начинает гневаться, да, вообще что? То есть, у него происходит, как бы, внутренний протест против реальности. В этот момент человек выпадает в эмоциональное состояние, то есть, его рациональное мышление перестает работать, и он входит в эмоциональное состояние, и обычно, обычно у него к причине гнева сегодняшней добавляется как условный рефлекс, как собака Павлова. Его все причины, которые были у него когда-то, и он, бах, взрывается. И тут кто-то к нему подходит, вот ты, например, и говоришь, значит, успокойся. Он говорит, ты кто вообще такой? И на тебя начинают гнать еще хуже то, что он в спокойном состоянии в жизни бы не сказал. Это кому поможет? Это никому не поможет. Правильно. Поэтому советует нам Раби Шиман Бен-Элязар, когда человек в гневе, лучше от него отойти и не подходить, потому что попадешь ему под руку, все, он и тебя зацепит, и еще зацепит, и хуже скажет, и все. Хотя ты был, может быть, и вообще здесь не при делах, и ты ему помогал. Но раз он в гневе, это показывает, что он сейчас в состоянии близком к сумасшествию. А если он близок к сумасшествию, то, значит, то все. И до этого, я сейчас вспоминаю, царь Соломон говорил, что слова, сказанные в гневе, не обращай внимания, потому что если ты будешь, и он совет дает, да, царь Соломон, вот тебе в гневе кто-то что-то плохое сказал, он говорит, вспомни, как ты сам в гневе на других говорил, даже на близких людей. Поэтому не обращай внимания на то, что сказали на тебя в гневе, вспомни, как ты в гневе сам себя вел. И это тоже, если каждый из нас, наверное, имеет воспоминания, как какие слова говорил или думал о гневе, так надо понять, что гнев это состояние полной неадекватности, гнев это состояние полного, ну, выхода из рациональной реальности. Поэтому, да, поэтому вот правильно. Теперь двигаемся дальше. Дальше сказал нам Раби Шимон бен Элязар, что не утешай, не утешай человека, когда мертвый лежит перед ним. Значит, что значит не утешай человека, когда мертвый лежит перед ним? В этот момент, как идет у нас, вот по Торе идет, как закон. Если у человека кто-то умер, близкий, да, то пока его не похоронят, надо очень быстро его похоронить, то пока его не похоронят, то тот, кто, ну, его близкие родственники, есть семь близких родственников, они даже свободны от соблюдения заповедей, потому что они полностью, как бы, считается, что они находятся в состоянии скорби, и они, ну, не могут в этот момент выполнять заповеди. Бог их освобождает от выполнения заповеди, да, пока мертвый лежит перед ним. То есть, настолько это, как бы, отдельное состояние, которое человек должен в него погрузиться. То есть, это, ну, какой-то важный очень момент. Именно семьи из близких родственников, которые, которые, вот, освобождаются от заповедей и должны скорбить. Значит, семьи из близких родственников. Потом дальше. Дальше идет семь дней, шива это называется. Человек сидит семь дней, сидит дома, вот эти вот его семь близких родственников, семь дней сидят дома, и к ним уже тогда приходят люди их утешать. Вот тогда приходят люди их утешать, с ними разговаривают и так далее. Но когда мертвый лежит перед ним, то утешать его не надо, потому что это не поможет, говорят комментаторы, а это еще больше усилит его скорбь. Вот именно в момент, когда еще мертвый не похоронен и лежит перед ним. Дай Бог, чтобы нам эти заповеди не пригодились. Но, как бы, вот такая есть ситуация. Дальше. Дальше он говорит следующее. Вальти шалло бешат нидро. Вот тут интересная вещь. Она практически сейчас у нас не используется и не знакома, но раньше люди очень сильно ей пользовались. Недр. Обед перед Богом. Написано, что не спрашивает человека во время, когда он берет недр. Значит, в тяжелые моменты жизни было принято, что евреи, они обращались лично к Богу и брали то, что называется обед. Обед это как личный договор с Богом. То есть, есть специальная формула, я сейчас не буду вдаваться, потому что в какой-то момент мудрецы эту дверь закрыли и сказали, что не бери обеты. То есть, как бы, пошла против этого такая, как бы, ну, мудрецы, те, которые знали Тору, они сказали, что этого делать не надо. Не надо вступать в личные такие прям взаимоотношения с Богом. Что имеется в виду? У нас есть Тора и заповеди. И это такой простой, понятный путь к Богу. То есть, хочешь с Богом поговорить, вот есть молитва, молись, проси, Бог слышит все. Хочешь как-то повлиять сильнее на решение Бога, значит, делай заповеди. В момент, когда ты выполняешь волю Бога, то у тебя появляется потенциал, чтобы Он выполнил твою волю. Как мы уже учили в Пертьевод, делай волю Бога, как свою, чтобы Он выполнил твою волю, как Его. То есть, в этом случае все понятно. Воля Бога это заповеди. Ты выполняешь заповедь, ты выполняешь заповедь, ты выполняешь заповедь, ты с Богом как бы соединяешься, выполняя Его волю. Потом у тебя есть просьба к Богу, и ты в молитве просишь Бога, и у твоей молитвы появляется мощность и сила. И наоборот, если ты, дальше продолжает Мишна, убери свою волю перед волей Бога, то есть, Бог сказал, это не делай, ты хочешь делать, но ты не делаешь, ты хочешь делать, но ты не делаешь. И Он уберет, написано, волю других против тебя. То есть, если кто-то против тебя будет что-то хотеть, Бог эту волю уберет. Значит, это простой способ, который мудрецы оставили и сказали, вот есть у тебя такой, ну как сказать, простой способ общения с Богом, да? Но раньше был отдельный способ общения с Богом, это еще мы когда в Торе читаем, когда Яков, праотец Яков, он уходил, убегал, можно сказать, от Исавы, Исав хотел его убить. Он с Богом, он с Богом заключил личный договор, он взял обет перед Богом, личное обещание. Значит, личное обещание имеет огромную силу и оно имеет большую силу, чем просто молитва, но, как всегда, ну в этом мире же все уравновешено. И, с одной стороны, с одной стороны, обет дает человеку невероятно мощную силу, как бы, соединиться с Богом и получить от Бога то, что нужно человеку. Но, с другой стороны, за это есть всегда плата. То есть, опасность в момент, когда ты не выполняешь заповеди, которые ты услышал или прочитал в Торе, и которые Бог сказал на горе Синае делать, это делай, это не делай. Ответственность одна. То есть, человек, он, как бы, понятное дело, он это услышал, он это прочитал, он в это верит. Но, если даже он это не делает, то Бог же знает, что человек, ну как, ему сказали, что это помогает, но он сам лично, даже он начал это все делать. Но, если он не делает, ну, то есть, у Бога есть четкое, четкое понимание, насколько человек, как сказать, насколько человек ответственен, и насколько он, именно слово ответственен за выполнение или невыполнение каких-то заповедей. И бывает, что человек ничего не выполняет, а Бог знает, что просто этот человек не знает. И на нем нет никакой ответственности. Он не знает, он не понимает, его обманули. Это как украденный ребенок, Маугли, да? Но, если человек взял обед перед Богом, то есть, он конкретно говорит Богу, там, я обещаю делать это, или я обещаю делать то, или я обещаю не делать это, или я обещаю не делать то. То есть, он уже лично, он как бы, нельзя сказать, что он не знал, нельзя сказать, что это заповедь, он так, ну, ему сказали, он не совсем поверил. То есть, это уже его лично конкретный договор с Богом. И в этом случае, против него начинает действовать очень много сил, которые мешают ему выполнить его обед. Я помню, Равыцкак Зильберг, Захарнацедик Левраха, это мой учитель, у кого я учился, он рассказывал, что в 70-е годы в Таштенте жило, значит, ну, еще несколько таких старых верующих людей, которые были еще из тех поколений, такие, как сказать, люди, люди с сильнейшей верой и так далее. Они продолжали соблюдать заповеди и в советское время. И вот они в 70-е годы, он рассказывал, было там один Бресловский хасид и второй был бухарский еврей такой, да, очень такие праведные люди. И они взяли обед перед Богом, они сказали, что Богу, как бы, личный договор, что если ты нам сделаешь так, что нас отпустят из Советского Союза в Израиль, а в то время был закрыт, выезд не выпускали. То есть, были периоды, когда открывали, а были периоды, когда не выпускали никого. Но они взяли оба обед, что если, если Бог сделает так, что нас выпустят из Израиля, каждый отдельно это сказал Богу, да, то и Бресловский хасид пообещал, то я, он сказал, поеду на могилу к Рабина Ахману в Умань там и сделаю какие-то молитвы, действия там, ну, что-то он пообещал Богу, что он сделает. А Бухарский тоже что-то пообещал Богу, что он сделает. И он говорит, вот я слышал это лично от Равзильбера, он говорил, что и тут вдруг, вообще, совершенно волшебным способом, оба получают разрешение на выезд из страны, в котором написано, в то время нужно было выехать в течение, там, или 30, или 45 дней. И у обоих в тот же момент случается инфаркт, и они не могут выполнить свой обед, но и они, и нельзя сказать, что они совсем не могут, но есть огромная опасность, что они, если начнут выполнять, в общем, очень такая сложная ситуация. То есть, они создали условия, как сверх влияние на реальность, и они тут же получили ответку, что ответ они от Бога получили, но, как бы, силы зла, вот это сопротивление, оно им дало, ну, вот такую ситуацию. И он говорит, а как дальше действует? Смотрите, если человек берет обед перед Богом, то мудрецы, которые запретили брать обеты, то есть, на сегодня мудрецы запретили вступать вот в эти вот личные отношения с Богом. Но есть специальная формула, которая прописана в Шелхонорухе, как снимаются обеты. И интересно, что вот сейчас перед Роша Шана есть специальный ритуал, то есть, перед Роша Шана все снимают с себя обеты по этой формуле. То есть, есть специальная молитва, собираются три, должны быть три мудреца Торы, да, которые знают Тору. И человек, который брал обеты, он говорит, вы знаете, вот я когда брал обеты, я не подумал о том, не подумал о том, не подумал о том, если бы я знал, в общем, просит снять обеты. И они по специальной формуле, так как обет это действие ментальное, интеллектуальное, то они, эти три мудреца, они по специальной формуле, они говорят, снято с тебя, снято с тебя, там, снято с тебя, в общем, они снимают обет, и получается, что человек не брал обещание. Потому что тут интересная вещь, обет перед Богом, как бы вот это обещание, можно взять и неосознанно. Когда ты три раза выполняешь какое-то заповеданное действие, то, что Бог сказал делать, этим ты как бы доказываешь, что ты его принимаешь на себя делать, и это действие становится обетом. То есть это ты уже после этого, если ты его не делаешь, большая проблема. И поэтому те люди, которые знают вот эту всю технологию, а вы сейчас тоже начинаете с ней знакомиться, про обеты, погуглите, почитайте, мы найдем для вас дополнительные статьи, и сделаем урок на эту тему, это очень мощная тема. Так вот, когда, значит, чтобы не было обета, люди говорят, блин эдер, без обета, без обета. То есть они, когда делают какое-то доброе дело, заповедь и так далее, они добавляют. Я это сейчас делаю, но это обетом не становится. То есть очень часто у таких богобоязненных, религиозных людей, осторожных, у них звучит такое слово, на айврите звучит блин эдер. Блин эдер, блин эдер, я не обещаю, я не обещаю. То есть я делаю это действие, или я собираюсь сделать что-то хорошее, но это блин эдер, это не становится моим обетом. И перед каждым рожа шана, перед днем суда, снимаются по формуле все обеты, и начинается молитва, коль нидрей, чтобы все обеты, которые я сделаю перед Богом в следующем году, пускай они не считаются обетами, потому что богобоязненный человек, он боится пообещать Богу и не выполнить. Понятно, да? Так вот, говорит нам Раби Шимон Бен-Элязар в этой Мишне, в Перте, вот. Он говорит, не спрашивай человека во время, когда он берет нидер. Что имеется в виду? Какой-то человек, допустим, там, я не знаю, у него что-то случилось, и он перед Богом берет нидер, все, я там, если ты меня сейчас спасешь из этой ситуации, там, то все, я обещаю каждый день, там, молиться с восходом солнца. К примеру, он такое сказал. А другой рядом с ним стоит, ему в это время говорит, а ты подумал сейчас о том, что ты там, например, в ночную смену пойдешь работать, а ты подумал о том, что ты можешь заболеть, а ты подумал о том, и он ему задает вопросы, ну, которые, чтобы его отговорить от нидера. Теперь тот ему говорит, обо всем я подумал, все предусмотрел, все я, и он ему отвечает на его вопросы, потому что в этот момент он ради того, чтобы у Бога получить спасение, он готов на все. Но если он в этот момент, когда он брал нидер, он ответил на все вопросы, я предусмотрел, я думал, я думал, я думал, у него уже нет возможности с него снять нидер. Поэтому, говорит нам Раби Шимон Бен Элязар, в то время люди пользовались этими нидерами, говорит, ни в коем случае его в момент, когда он берет нидер, об этом не спрашивай. Потому что потом, когда он опомнится, когда пройдет время, он прибежит к мудрецам и скажет, снимите с меня, пожалуйста, нидер, снимите с меня мой обед. Мудрецы ему скажут, хорошо, ты когда его брал, ты думал об этом? Он скажет нет. Об этом ты думал? Скажет нет. Об этом думал? Скажет нет. Они скажут, вот на основании того, что когда он брал нидер, он обо всем этом не подумал и все это не предусмотрел, на основании этого у нас есть сила снять с него этот обед. Но если ты в момент, когда он берет нидер, ты его все эти вопросы задал, а он сказал, да, 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 я все обдумал, значит у мудрецов нет возможности снять с него обед, значит он обязан делать или он обманет Бога. Понятно? Поэтому он дал очень хороший совет, что в момент, когда человек берет обед, то есть он готов на все в этот момент, чтобы Бог ему помог, ни в коем случае не задавая ему вопросы, чтобы он все предусмотрел, что это в любом случае. Понятно, да? И последнее, что сказал он нам, хороший психологический совет, не старайся его увидеть во время, когда он портится. Значит, что значит не старайся его увидеть, ну вернее старайся его не увидеть этого человека во время, что он портится. У меня когда была в жизни такая история, что один парень, он начал соблюдать заповеди, и он начал соблюдать заповеди, и так он серьезно начал соблюдать заповеди, потом он начал слишком быстро и слишком серьезно соблюдать заповеди, начал изучать кабалу, начал там ночами учить Тору, начал молиться по два часа, то есть он ушел слишком глубоко и быстро пошел к Богу. А вся его жизнь, она была к этому не приспособлена. Его работа, его окружение. И он получилось, что из-за того, что он ушел в этот духовный рост, у него начала рушиться его бизнес-составляющая жизни. Деньги, работа, друзья, окружение. Потому что если человек ночами учит Тору, ночами молится, то днем, понятное дело, он спит. И как он может тогда работать, общаться, если даже религиозные люди перестают его понимать, потому что он стал слишком религиозный, даже для религиозных, знаете. И в какой-то момент он взлетел на высоты духа. И потом вокруг него никого не осталось, денег нет и так далее. И значит он попал в сложную ситуацию очень сильно. И в какой-то момент он в шаббат что-то, вроде как начал в шаббат что-то делать. Он назвал, что это не работа, а кто-то считал, что это доработа и так далее. И потом один человек увидел его, то, что он это делает в шаббат. И он сказал другому человеку, тот сказал третьему человеку, тот сказал пятому человеку. И уже когда это все стало открыто и известно, то тому, кто это делал, ему очень тяжело вернуться было. То есть когда человек споткнулся и он попал вот в неудобное положение, не старайся его в этот момент увидеть, потому что ему стыдно, ему неудобно, ему неудобно потом с тобой общаться и так далее. То есть понятно, да? Значит вот это последнее, что он сказал. Постарайся не видеть человека во время, когда он портится. И это плохо и для тебя плохо, потому что для меня это было большим разочарованием, что как может человек, который действительно так глубоко верит в Бога, даже если он сомневается, или это можно делать в шаббат или нет, как он может начать нарушать шаббат. И мне от этого было плохо, и тем людям, которые на него полагались, было плохо. Ну в общем вот так вот, лучше бы не видеть. Когда кто-то портится, лучше этого не видеть. Так сказал нам Раби Шимон Бен Элязар для своего же блага. Давайте подведем итог. Подведем итог. Значит первое. Когда человек гневается, дай ему успокоиться. Когда человек мертвый лежит перед ним, самый пик его переживания эмоционального не успокаивай, бесполезно. Ты наоборот его только будешь сильнее расстравливать. Если он сейчас берет недеры, берет обеты перед Богом, не старайся его сейчас отговаривать, ты ему делаешь хуже, потому что он все предусмотрит, и потом с него нельзя будет снять этот обет. И если человек сейчас портится, бывает на него напал, ецарарат, ситуация, лучше его не видеть, отойти, дать ему возможность самому там в этом повариться, и потом помочь ему вернуться. Все, друзья, я вам желаю, чтобы мы подошли хорошо к Роша Шана. Я считаю, что подойти хорошо к Роша Шана, это самим, каждый сам в себе сделать шву, очень быть мягкими и добрыми к другим, то есть та мера, которую человек меряет, меряет ему. Вот очень быть мягкими, не судить других людей, не судить, не осуждать, не говорить, что там кто-то. Каждый старается, я вам честно скажу, каждый старается действовать по максимуму хорошо, по максимуму хорошо, просто каждый по-разному понимает, что такое хорошо, но намерения у всех хорошие. Все, я вам желаю хорошего дня, напишите, пожалуйста, свои выводы из урока, если вы напишите выводы из урока, то это будет намного важнее для меня, чем спасибо. Вот вместо спасибо, лучше напишите одну строчку, что вы для себя поняли, что вы из этого, какой вы вывод для себя сделали, то есть сформулируйте его, этот вывод, закрепите его, поделитесь им со своими друзьями. И, то есть, очень полезно, когда ты учишь Тору, делать выводы. Все. И давайте попросим Якова Шатадина, чтобы он нам организовал, организовал статью или урок про обеты. Я когда-то вот такую книгу читал про это, вот такая прям книга, как эта система работает, как правильно брать обеты, если все-таки человек берет обеты, как освобождаться, снимать с себя обеты, то есть это, ну, огромный, мощнейший инструмент вообще другого уровня по взаимодействию с Богом, намного мощнее, чем молитва. Поэтому тот, кто не умеет пользоваться, им пользоваться нельзя, но тот, кто умеет, это огромный ресурс. Поэтому было бы классно больше про него узнать. Если вы с этим согласны, напишите, пожалуйста, в комментариях и Якову Шатадину. Ну, Яков, пожалуйста, найдите нам урок про обеты, про то, как их брать, как их снимать, почему их нельзя брать и так далее. Да, это очень, ну, это очень интересная тема. Все. Всем пока, удачи, успехов, чтобы с Божьей помощью было благословение во всех хороших делах. Всем пока. Блин, Эдер, говорит Яков, молодец, без обета. Он нам сказал, сделают без обета, но обет он не брал. Это очень классно. Спасибо.